Друзья, вчера мне звонили, предлагали рекламировать, ну и попробовать делать гранулированный корм. Я сказал, я против гранулы, не буду я ничего рекламировать. Предлагали дешевле гранулятор на 30 процентов, я отказался, потому что считаю, гранулы это то же самое, что мёртвому припарки делать. Маша уже заморилась, давай, стрибай, хорош, молодец. Два годика, что старый крыльч. Каштан, так Маша, ты пока тут покучуешь, завтра переведу. И все так же самое, шоты, генетика, порода, да потому что они растут намного лучше, корма едят меньше, растут лучше. Дюрки у меня, которые сейчас на старте, все пошли в длину, стали очень длинными, вытянулись, ну пускай покажу потом в следующем видосе уже. У меня уже двух забрали дюрков, осталось из восьми шесть. Эти шесть подниму еще месяцок и потом попродаю, кто позаказывал. Потом пишут мне, да вот так и так плохо растут, а хотя хорошие, похожие на Петрена. Зато там уже свиноматка, там не пойми что. А гены перешли от свиноматки. Вот и получай. Машуля начинает загуливать, то есть Машка у нас сидит вон том верхнем сарае и не могла сорваться. Сделал ей, короче, стрессовую ситуацию, не покормил день и выпускал ее к реку, это было, не знаю, дней десять назад, наверное. И вот прошло время, подхвостница, как мы можем наблюдать, начинает увеличиваться, краснеть, петля. И я ее выпустил, она сразу прибежала сюда к реку. То есть, ну я выпустил с целью, чтобы она понюхала река и все. И назад ее сейчас закрою. Она еще не стоит, ну на нее прижимаешь, она... А не уже. А уже стоит. Вот только что проверял, не стояла, бегала, верещала. Сейчас понюхала хряка и сразу встала. Сейчас будем пробовать запускать. Вы думаете, это просто борода? Хочу в новый сарай взять хороших эфок. Хочу в будущем купить хорошего хряка, дорогого хряка. Это же не просто так. Ты вкладываешь деньги, да, вроде бы расходы. А потом смотришь, оно на выходе совсем другое получается. И на кормах на всем дешевле, потому что меньше употреблений идет корма. Хорошая генетика, хороший завод здорового роста. Это моя однозначная, бесповоротная и окончательная точка зрения. Смотрим дальше. О, а только, только, буквально минут 20 назад. А так прижимал, бей, перещит, кричит. А сейчас уже все. И ушки. Сейчас будем запускать до хряка. Будет хряка домашнюю. Димашку допустим. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Принь, принь. Давай, как стань. оооо вот так друзья и работаем чуть-чуть подмог каштану так как уже мужчина в годах Маша стой так ну первый раз у нас получилось сейчас я их вместе закрою и он еще ее помурыжит чуть-чуть помурыжит еще до завтрашнего утра то есть она стоит нормально все уже даже и первый раз все получилось хорошо молодец хороший парень хвостик поцарапал молодец все сейчас я его закрою к ней и на этом и на этом сейчас я покажу я в сарай закрываю внутреннюю часть вот так вот как я и говорил повторный раз уже долго спускается минут плюс восемь плюс восемь Машку домой отправляем пошли Машуля пошли 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 хорошо nerves et пошли пошли тоже хорошо поправилась она и очень хорошо то есть после опороса набралась сил и осталось ее только покрыть свиноматка как показала себя очень хорошо это петрены это этой свиноматки вот эта свиноматка и мой хряк вот это петрены от нее юра мне привозил две свинки клубнику и груша была но они две одинаковые и 2 хорошо опоросилась все нормально но груша с ногой задний сустав была проблема и короче я ее пустил на мясо осталось только только вот это клубничка но ничего скоро поедем к юре и возьмем еще там пару хороших пород на прогулку этих выпустил первый раз посмотрю как будет назад заходить а то те плохо петрены заходят посмотрим как эти так этим у нас скоростью месяца но я говорил в предыдущем видео и первых трех-четырех которые покрупнее будем убирать на мясо это у меня получается чистый петрен и чистый дюрок на выходе получается такая порода кантор две породы смешанных дюрок и петрен чем хорош дюрок дюрок хорош тем что он и меньше меньше поддается стрессовым ситуациям практически ну в моем случае не болеют не боятся сквозняков не боятся жары не боятся холода ну короче вообще им все равно и порода петрен боятся сквозняков боятся жары болезненные такие постоянно надо следить следить и следить потому что то температура проспозила возле двери давай туда то еще что-то давай то еще что-то и короче получается если делать а так я трен дюрок то они более-менее нормально но тут же по этим вопросам нету ну в этих есть и сало и мясо они получаются и мясо сальные такие но не скажешь допустим как чистый петрен вообще там нету у них сало а в этих есть и сало и мясо ну то есть нормально она сейчас спроси и мясо и сало не скажешь что только мясо поэтому они по выходу тоже более-менее получается так же часто задают вопрос чем ты кормишь свиноматок и как ты кормишь свиноматок свиноматок я кормлю без белкового витамина минеральной добавки я им вообще во время супа расноски никаких добавок не даю вот сейчас я сделаю для них корм бывает если есть заеду в аптеку то покупаю витамины вот такие биотан 3d ну тут кальций фосфат магнит железо медь каботаль цинк марганец витамины а е б б б б 2 б 12 п п б 6 б 2 ну короче такое оно что-то в аптеке там не знаю гривен наверно 50 60 ну то есть я так заезжаю в эту аптеку наберу всего там гривен на 400 на 400 на 600 и этим самым как бы вот это что я витамины добавляю бывает и то не всегда но в основном добавляю стараюсь добавлять если есть наличие добавляю сейчас я при вас делаю для свиноматок корм для тех кто у меня на норме у меня хряк и все свиноматки покрыты не покрыты все на норме два с половиной тире три килограмма в сутки ну скорее всего свиноматки у меня три килограмма я им ковшики с горой за утром-два вечером хряка хряк получается где-то два с половиной в сутки потому что хряк и так тяжелый а ему поменьше желудок стянутый нормально ему хватает сейчас он одну свинью у меня покрыл хряк подержу буквально сейчас четыре пять дней должнота загулять вторая покормлю ему там подаю такое всякие там фенди клюшечки вкусные потому что ему покрывать через неделю а так опять будет сидеть на норме когда все поросятся потом их опять покрывать вот я делаю корм свое ведро я знаю вот у меня по линии когда я не снимаю видео делаю корм я сами пользуюсь только когда взвешиваю добавку все а все остальное знаю уже примерно сколько уже два года вот у меня вот здесь 10 килограмм по линии я уже знаю три ведра 30 килограмм ну там плюс минус оно мне ну не столь важно это когда видео снимаю и делаю там к примеру старт или ровер или финиш тогда да я все правильно на весах взвешу потому что скажут на глаз сыпешь а свиноматка у меня так ну в них то нет никаких добавок вот 20 килограмм это зерновая группа дробленая пшеница больше ничего нет если были бы отруби я с удовольствием сейчас кинулые отруби но их нету вот 30 килограмм зерновой группы и горох горох у меня получается отходы поэтому даю на 30 килограмм 10 килограмм ну из 10 килограмм только 6-7 чистого гороха потому что он сильно грязный тут все равно брау недорого все и гороха 10 килограмм и получается в общем 40 килограмм корма для свиноматок и беру вот этот биотан и так раньше я взвешивал на маленьких весах а сейчас так насыпал потом дальше беру свою любимую тряпочку с простыни все хочу сделать крышку и так никак крышку эту не сделай и всего так вот включаю свиноматки у меня сидят на норме до опороса вот примерно на этом корме сидит 3 килограмма в сутки до опороса после опороса на второй день начинаю кормить с добавкой стартовой 15 процентов стартовой ну зерновая группа 85 процентов и 15 стартов и до того времени пока не заберу поросят в сутки свиноматки где-то даю если она опоросилась килограмм 5-6 получается раза три я даю по два килограмма где-то так во время супа росни носки перед опоросом ничего я не меняю не кормлю свиноматку лучше они у меня и так сильно жирные потом становятся поэтому хватает им то что я им даю а уже когда опорос даю тогда кормлю хорошо но с добавками не дают 6 килограмм в сутки так как поросята высматывают свиноматку она получается вольтующая кормит поросят поэтому корм должен быть более-менее нормальный потом забираю поросяту свиноматки вот прошло вот допустим 30-35 дней забрал поросят и свиноматку я не продолжаю хорошо кормить первый день вообще так первый день даже два чуть-чуть даю килограмм чтобы молоко перегорело и потом опять сажу ее на норму вот на такую 3 килограмма в сутки они нормально набирают вес очень быстро без добавок почему я так делаю да я согласен некоторые надо с добавками согласен может быть и надо ну я уже два года так кормлю и меня устраивает и поросята вы вот сами видите какие и в целях экономных зачем добавку допустим тратить на ну я так считаю на содержание свиноматок вот она покрыта она и так и у меня проблемы вот допустим такие свиноматки как дюрки или машка чтобы мы ее покрыли они сейчас буквально пройдет 2 месяца она будет более 300 килограмм она еле потом ложится еле встает потому что сильно огромная если я буду еще хорошо кормить перед опоросом с добавками тогда вообще это у меня уже такое у дюрчихи она не могла перевернуть второй ряд подвинуть что порося там хватило два ряда сисок я ее сам перекормлю поэтому свиноматок перекормить нельзя это я так делаю на других каналах там по-другому каждый делает как знает я делаю в целях экономии меньше тратить добавки добавки дорогие любые добавки дорогие поэтому я считаю ну я увидел что так хорошо и поросята у меня хорошие мостные поэтому менять ничего пока не планирую согласен сто процентов кормить надо хорошо ну кто-то кормит ну я не кормлю я делаю так и вообще идеально выходит вот готовый корм для свиноматок сейчас пойду покажу как я даю вот так я заношу вот тут у них специальная бочка и в бочку высыпаю это и на несколько дней сейчас еще твое дра это у меня мат получается поросята вот киевской генетики три свинки осталось им я даю 45 ковшиков тоже такой же еды этих поросят я не откармливаю у меня в этом сарае не предназначен откорм поэтому как и всем сыпнул утром сыпнул вечером ну растут понятно что растут хуже всех но растут это вот груши три свинки может быть одно или две а может всех оставлю на свиноматок то есть мне спешить некуда поэтому я как бы решил не бы не заниматься тут видео я хотя буду поставить поставить им бункер а потом подумал пускай будут у меня вот после опороса месяц проходит прошел месяц после нужно 40 дней после отъема и она уже покрыта на килограмм 300 такие еще три месяца выкаргивать поросят а если я сейчас посажу хотя бы чуть-чуть процентов 10 белково-витаминной и минеральной добавки то есть бмвд то она будет я даже не знаю какая она будет огромная вот поэтому я так и делаю вот свиноматка 40 дней после отъема поросят ну посмотрите какая вот сейчас я вот так вот это свиноматка после 40 дней после того как забрали у нее поросят она покрыта все нормально мы ее на узи просветили все хорошо просто она уже огромная поэтому я стараюсь не сильно их перекармливать вот именно вот эта свиноматка после того как после опороса не может перемернуть второй раз вымя чтобы поросятам хватало все сисы от того что я ее перекажу я и так им сейчас боюсь горохом это так балую потому что горох и то гороха осталось уже не сильно и много ну хватит до новой уборки а там будем уже по ситуации действовать это стартовый корм для поросят стартовый корм тут все просто все по одной четверти ячмень 10 килограмм кукуруза 10 килограмм пшеница 10 килограмм и 10 килограмм стартового корма бмвд это для поросят до 30 килограмм но я не даю 10 килограмм старта так как опасаюсь отечной болезни кишечной палочки я даю максимум 6-7 это уже сейчас когда они уже чуть поднялись в начале этого вообще мало то есть постепенно он нажал добавка и таким образом у меня поросята все без поносов все поголовно это какой выводок подряд у меня без поносов поросята и забрал сиромашки поносов нету до сих пор нету там же и не будет не даю ни подкислителей ничего просто самого начала с поросятами можно сказать седьмого дня мудоха если гранулу перебиваю все на крупоружки ни гранулой даром не надо хотя предлагает рекламировать гранулятор я отказался и сказал я против гранул и таким образом седьмого дня мелким перебитым на крупоружки пресс-старт начинаю сыпать им по жменьке где они спят под лампу гнездо их и сыплю так жменьку жменьку каждый день потом насыпаю и так с десятого дня начинаете уже по чуть-чуть вот это старт для поросят поставки объяснил стартовый корм готовы проверяем можно ли его давать поросятам у меня еще один из захлебник на стартовый корм для поросят он голова торчит каждый день тоже на норме кружек так и получается он кашу особо вареную там допустим шейками куриными или хребтами не сильно есть ну практически вообще ну очень плохо вот это когда поросят пускаем на мясо кости такие маслаки ну которые большие голые кости оставляем ему со всех постоянно мы сейчас уже закончили сейчас опять появится и и вот это старт и гровер тоже нормально употребляет шерсть у него хорошая волосатый ну то есть по нем не скажешь он чем-то нуждается боря что ходит голодный это каждый день я ему ковшик даю ну или старта или гровера что у меня тут насыпано в корыте есть